Вы предприниматель, у вас свой небольшой бизнес, магазин детской одежды. Вы работаете больше трех лет, но клиентская база и прибыль не растет? Вам нужен план продвижения товаров, работ, услуг или маркетинговый план. Оцените текущее состояние своего бизнеса. Чем ваш магазин отличается от других? Ассортимент, качество, сервис, клиентская база. Кто ваши клиенты? Кто ваши конкуренты? Любому бизнесу нужны цели. Цели могут быть краткосрочными, срок реализации до 12 месяцев, среднесрочными, срок реализации от 2 до 5 лет и долгосрочными, срок более 5 лет. Цели лучше ставить по методу SMART, то есть чем конкретнее цель, тем больше вероятность, что вы к ней придете. Цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, релевантной, ограниченной во времени. Важно при составлении плана продвижения объективно оценить сильные и слабые стороны своего бизнеса, возможности и угрозы. При составлении плана обязательно нужно посчитать ресурсы, которыми вы располагаете, личностными, временными, денежными. Сколько времени и денег вы готовы потратить на продвижение товаров, услуг? Возможно, вы сможете заказать масштабную рекламу в соцсетях, а возможно, вы сможете позволить только недорогие рекламные листовки. Также важным этапом является анализ ваших клиентов. Чем больше деталей вы знаете о своих клиентах, количество детей, как часто они покупают одежду детям, покупают ли в интернет-магазинах, что влияет на выбор продавца и так далее, тем легче составить план продвижения товаров, услуг, который будет работать. Оформите всю полученную вами информацию в удобный для себя формат плана, с которым вам легко будет работать в будущем. Укажите конкретные показатели мероприятия и ожидаемые результаты от их реализации. В нашем случае приоритетной целью является запуск онлайн-продаж, что позволит в дальнейшем увеличить и клиентскую базу и достигнуть планируемого увеличения прибыли. Онлайн-продажи можно развить по трем направлениям – через бизнес-страницу в Instagram, собственный сайт или путем продажи своих товаров через популярные маркетплейсы. Рассмотрим создание интернет-магазина при наличии действующей торговой точки. В этом случае вам не нужно открывать офис, склад, нанимать персонал. Факторы успеха интернет-магазина. Продуманный сайт с удобным функционалом. Сайт должен быть адаптирован под мобильные устройства. По статистике, около 70% покупок совершается через смартфоны. Предоставить клиенту возможность оставлять отзывы. Обязательные условия успеха продаж в интернете. Клиенты должны иметь возможность оплатить удобными для них вариантами. Выполнять минимальное количество действий для оплаты. Отличное преимущество для интернет-продаж – возможность покупки в кредит. Продумайте варианты доставки и тарифы. После составления плана продвижения задача предпринимателя – распределить обязанности между сотрудниками и мониторить его реализацию. Если по итогам мониторинга плана, например, через месяц вы видите, что мероприятия по продвижению не дают эффекта, прибыль не растет, количество клиентов не увеличивается, нужно пересмотреть и скорректировать план для достижения поставленных целей. План продвижения – эффективный инструмент достижения стабильности и роста.